здорово у нас проблема ребята у нас крупнейшая проблема и это то что алекс несет полноценную чушь просто тотальную чушь и сейчас я по полочкам вам разъясню все разложу чтобы вы все поняли ну и так же отвечаю на все комменты на каждый коммент течение двух дней так что война в комментах открыто говорите что думаете ну алекс просто просто несет чушь я врубаю я врубаю сейчас его видос ссылочка в описании на этот видео кто не видел мы его слушаем со звуком смотрим и я просто объясняю вообще какой бред он несет вас приветствует алекс 07 нас сотрясает вот этот вот видосик короче он запиливает что обновления нету он рассказывает про новость про которую я тоже рассказывал на днях означает это означает что в ближайшее время мы не увидим новых одиночных компаний наборах скинов или командиров совместного режима да мы ничего не увидим потому что blizzard забивает на поддержку starcraft а в этом плане она будет поддерживать только сервера только сервера и продолжать выпускать какие-то обновления если надо если надо именно такими были обновления второго starcraft а последние несколько лет с тех пор как игра стала бесплатной и не совсем так не такие были обновления обновления были и все-таки в каких-то изменениях баланса более критичных они меняли юнитов они добавляли способности темпесту да то есть способность темпесту это не изменение вот командиров то есть это вот полная чушь вот например обновление 5.0 да это 0 была полная чушь и потому я знатно посмеялся над заголовками новостей конец эпохи blizzard объявила прекращение поддержки starcraft 2 5 и вот пока алекс смеется над заголовками конец эпохи я вам рассказываю что это значит на он думает что это это полный абсурд да это полный абсурд вот вот что думает алик сожалению больше мы не увидим новых командиров совместного режима и наверное скинцы закончились но откровенно говоря все это полные мелочи на полные мелочи на фоне того что если будет продолжать работать по контракту если подписала контракт с blizzard что они берут на себя организацию турниров по starcraft у на ближайшие три года она заплатила бабки да это бизнес они взяли и купили что-то купили права в данном случае на проведение турниров по starcraft у они заплатили вот например 10 тысяч долларов им надо их отбить и чтобы их отбить они соответственно будут проводить эти турниры абсолютно верно а что им еще остается делать естественно они заплатили намного больше чем 10 тысяч за эти права и получается проводят на то есть ну это бизнес да это так работает и естественно они это будут делать но в чем проблема проблема в том что не будет изменений баланса глобальных а их нужно вводить потому что мета устаканилась устоялась она скучная и унылая она прям одинаково уже последние пару лет и самая большая проблема в том что за счет чего starcraft сейчас хорошо себя более менее еще чувствует подумайте о таких игроках как серл рейнер клем на макс пакс вот эти все ребята это молодые игроки которые пару лет назад посмотрели такие решили о starcraft 2 я рублюсь каждый день я хочу развиваться я хочу стать прогеймером я буду прогеймером в эту игру сейчас никто из молодых ребят не подумает что он хочет играть в starcraft 2 почему потому что на ближайшие два года окей еще есть турники да но чтобы дорасти до этого уровня чтобы соревноваться на них тебе возможно и надо эти два года а дальше никто не знает что будет со starcraft 2 поэтому толка влазить в него никакого нету поэтому количество игроков будет просто падать да естественно игра не умрет естественно она останется жить комьюнити да почему потому что ну у пакмана есть коммунити да у какой-нибудь там барби волт там ну любой игры которую вы назовете есть какой-то комьюнити какие-то люди которые в нее играют у starcraft их будет немножко больше естественно то есть но но это будет загибающаяся история потому что нету нет не будет свежей крови никакой не будет молодняка который приходит и хочет играть таких ребят как скиллус не будет уже потому что уже нету толку влазить в эту вещь фоне например планов если на ближайшие сене 2018 года вот это вот вот и тут алекс рассказывает про то что сейчас там рекорд игр за сезон за день еще за что-то конечно сейчас рекорд игр за сезон потому что все просто чизят 19 дронов link float фотон очки левают и все сейчас просто игры короткие стали потому что всем задрало никто не играет нормально количество игр в день составляла 82 тысячи это самый высокий показатель за практически все время наблюдений да потому что раньше играли нормальный старкрафт игры длились например 15 20 минут а сейчас играет в трехминутный зарашил бараками либо не зарашил следующий начал абсолютный рекорд по количеству абсолютный рекорд это такая чушь который как мне кажется близок совершенно не заботились вот это просто взрыв мозга а ведь проблема на самом деле есть итак дорогие друзья так в этот же славный день 15 октября 2020 года мы стали свидетелями абсолютного рекорда гранд мастер лиги в истории второго старкрафта за все время активных наблюдений то есть божечки как можно вообще какой-то рекорд гранд мастер лиги смотреть это лига в которой люди просто-напросто ли вают они там не играют на то есть там 10 топ зергов они просто не играют ладер они играют между собой какая разница сколько людей в гранд мастер лиги то есть она это соревновательная игра которая решает ну как дела обстоят на про сцене и на про сцене посмотрите али гулаг посмотрите ребята я хотел вам это показать но я не буду сейчас муружиться по этим сайтам какая разница просто меня просто бомбит от того как как алекс вот пытается из этого вот в уши выссать какую-то бредовую информацию посмотрите то есть процессов 97 и что на европе ну какая разница потому что куча народа сейчас с америки топовые игроки типа ниба играют на европе потому что ну на европе соревновательность получше и все просто много процесс пошли играть на европу вот и все то есть ничего в этом нету такого а это это отвратительно просто он пытается вот из этого что-то сделать имбу но сейчас придется самый самый пожар он начинает алекс бомбить что протоса имба да как он это делает последние пару лет это полнейшая чушь единственная где вот да один турнир они там что-то позанимали да посмотрите сейчас все тосы просто отлетают как куски мяса вот я сейчас вам все это покажу не так как в эпизодах рубрики секретный агент где я могу и алекс короче рассказывает что он бомбанул в игре где ну он играет за рандом он играет за зерга тос открылся плохо не тос открылся неплохо тос защитился от лингфлуда изначально он защитился от лингфлуда у меня появляется прекрасная возможность провести да то есть он играет лингфлуд вот этот 19 рабочих почему он не может пробить я объясняю почему не может пробить этим билдом потому что лингфлуд работает против стенки внизу когда стенка вверху тос на самом деле достаточно защищен и он может даже с одной базы законтурить с лингфлуд вот ну короче он в конце концов да с одной базы отбивается и типа алекс такой я вот в нормальной ситуации то есть и объясняю нормальную ситуацию объясняю нормальную То есть ситуация, потому что Алекс ее не объяснит за эту игру. Мы смотрим. Четвертая минута. На четвертой минуте у Тоса 27 рабочих. Да, заметьте, у Алекса 18. То есть 4 минуты у Алекса было на 10 рабочих меньше. 10 рабочих добывают 700 минерала. Плюс-минус. Плюс-минус 700 минерала. Возьмем и круглим. Умножаем это на 4 минуты. Давайте на 3. То есть Алекс уже отстает на 3000 минерала. На 3000 отстает на третьей минуте. И будет сейчас следующие 10 минут вам втирать в уши, что я ж тут побеждаю. Вот посмотрите. Вот у меня 30 рабочих, а вот у него там нет. Посмотрите мое видео. Сломал экономику. Вот в предложечке. Я объясняю, как работает экономика StarCraft 2. Потому что Алекс уже перестал это делать. Он после математики победы делает полную дичь. Я на самом деле фанат. Мне нравилась математика победы. Я ее взял официальную. У него купил. Мне нравилась эта крулевая работа. Я решил поддержать, как бы купить. Но вот это чушь просто. Это чушь. Потому что он уже за 5 минут настолько отстал, что сейчас абсолютно без занято, что будет происходить. И так на самом деле и есть. Так на самом деле и есть что? Что он только сейчас на 8 минуте начинает потихоньку обгонять его. И что дальше, короче, будет? Вот тут хороший-хороший харас. Типа все окей. Доделаются грыды у него. Все здорово. В чем проблема? В том, что он отдавал армию постоянно. И сейчас он будет получать по щам. Я объясняю, в чем прикол. Посмотрите на эту армию. Посмотрите. У него толпа карапторов, немножко люркеров и толпа гидры. Гидролиски не дерутся со штормами, архонами и имморталами. С ними дерется один классный юнит, который делается из одного юнита. Чтобы убить воздушного ТОСа, нужно просто толпа карапторов и потом какую-то из них часть сделать брудами. Просто сделай брудов. Сделай брудов. У них бесплатные, бесконечные юниты, которых ты окликаешь, и тебе не надо контролить вообще. Они сами убивают протоса. Нет, Алексу надо, короче, наделать гидролисков, получить шторма, получить шторма. Рассказывая, что он там впереди всю игру, да? Получить шторма, а потом жаловаться на то, что все плохо. Сейчас показываем, показываем этот момент. Это просто... Что это такое? Теперь посмотрим, да? Смотрите, объясняю. 200 лимит... Ну, не 200 лимита, да, сколько? Весь лимит протоса, все 120 лимита армии, стоят в одной точке. В одной. К нему сначала подходит вот тут вот группа гидры. Вот тут вот группа гидры бейнов. И тут люркер. То есть, 20 лимита, да? И мы сразу же видим, что 20 лимита сдохло. Логично, что 120 лимита убивают 20 за полсекунды. Логично. Потом широчайшим фронтом нападает зерг. То есть, оставшиеся 97 его лимита. Расплетилась армия зерга. Зачем? Чтобы не попадаться по тархонов, да? Так я же рассказал. Просто, ну, построй. Бруда. Караптеры пытаются что-то там фокусить. Караптеры пытаются что-то там фокусить. Давайте посмотрим на фокус караптеров. Вот посмотрите на группу караптеров, как они фокусят... Сейчас я поставлю замедленную. У меня тут стояло быстро. Давайте посмотрим, как фокусят караптеры. Вот, смотрите. Вот они что-то там фокусят, да? Они стакаются под архоном и фокусят интерцепторов, как и вот эти ребята. То есть, караптеры... Караптеры... Вот, посмотрите. Вот четыре караптера бьют по интерцептору. Вот раз, два, три... Короче, девять штук бьют по интерцептору. Вот тут вот вайпер отдыхает, ничего не делает. Вот тут три караптера бьют по... Этому... Чё-то там фокусить. По батону. Ну, просто штормит. То есть, чё-то там фокусить, это бегать и бить по интерцепторам полбоя, половиной лимита одновременно не напав. То есть, он отдал три пачки подряд. И всё, слил. Короче, Аликс бомбит, бомбит, бомбит. Всё, имба. И вот эта вот фразочка. Да, да, скажите вы. Показал же нам Сэрл, показал Рейнер, как это контрится. Надо всего-то на всего бахнуть там. Не надо. Спойлер, я не собираюсь вам доказывать, что протасы имба. Прикиньте. Он не собирается нам доказывать, он просто показывает. Вообще не собираюсь. Что я пытаюсь сформулировать, какую мысль... А, во. Это мысль, что протасам практически на любом уровне игры нужно предпринимать намного меньше усилий для того, чтобы их армия была максимально эффективной и для того, чтобы их армия побеждала, чем Зергам или Теранам. Отличная история, да? Отличнейшая просто история. Давайте посмотрим на то, сколько усилий на Дозергу, чтобы победить армию протаса. Смотрите, он просто берёт, толпой карапторов нажимает правой кнопкой и бьёт не по интерсепторам, как Алекс, а бьёт батонов, да? При этом, напав вот этими чуваками, которые под землёй, пухликами, да, он просто кидает кнопочки, и половина армии протаса становится армией Зерга. Всё. То есть, если у протаса много наземки, сделай брудов. Если у протаса... Кстати, бруды в этой игре там чуть раньше были. Если у протаса чистый воздух, сделай вот этих пухликов, сделай инфестров, забери, забери полармии протаса. И всё. Посмотрите. Я не вижу, типа, что делает Зерг, чтобы прям уничтожить протаса. Я не вижу ни микроконтроля, ничего. Он просто нажал правой кнопкой и пошмалял 200 лимита. Всё. Посмотри просто. Скиньте вот этот видос Алексу. Пускай он посмотрит. Просто пускай он посмотрит вот это вот. То есть, как убивать Скайтоса, если он не умеет. Мне нравится также вот, насколько классно просто в принципе играть против Зерга. Посмотрите. Это GSL. Это топовая лига. 3 минуты 40 секунд. Забегают дроны просто. 3 минуты 40 секунд. Полуфиналы. Всё. Линги и пара дрончиков заканчивают игру. И в чём прикол? Вот этим билдом Зерги побеждают 90% игр. 90% игр Зерги побеждают на профессиональной сцене. Не на ладере в алмазе или платине. На профессиональной сцене Зерги побеждают. Они всегда этим билдом играют, когда у них счёт 2-2. То есть, они могут его не играть. Но, когда счёт 2-2, когда решающая игра, они просто берут с 19 рабочих, убивают вот так вот. Вот так вот убивают собачками. Просто приходят. Посмотрите, что может сделать протас. Ничего. Вот. Здесь вдох. Другая игра. Смотрите. Буквально неделю назад. Да, то есть, только что это я показывал игра, там, она вот буквально вчера была. Вот это вот несколько недель назад. Один из лучших протасов в мире, Зест, не смог, не смог за 2 недели придумать, как отбиться от собачек. От Т1 юнита. Посмотрите. Зерг. Я вижу прям, я вижу вот этот микроконтроль и усилия Зерга. Я вижу, насколько ему надо больше прилагать усилий, чем протасу, чтобы сражаться. Чтоб его армия была эффективна. Я прям вот наслаждаюсь. Я наслаждаюсь вот этим. Посмотрите. Посмотрите, сколько усилий делает Зерг, чтобы победить протаса. Это невероятный микроконтроль. Прям невероятная игра от Зерга. 3 минуты 36 секунд. Не знаю, не знаю, да. И вот Зест еще, да, смотрите, Зест прям супергерой. На самом деле, это все ТОСы уже такие супергерои. Ну вот. Опять, 3 минуты 50 секунд. Это еще другая игра. Да посмотрите, вот, бедняга Зест. Он просто, я не знаю, почему он до сих пор играет в эту игру. То есть, если бы ты шел на турник и проигрывал просто этому билду, одному и тому же билду, 3 раза подряд на 3 минуте. Ну, это же, это печаль. То есть, как вообще можно геймдизайн такой делать? Зерги, имба, протасы, бедняги. Что Алекс несет? Почему? Да? Еще немножко, опять же. Алекс был позади всю игру. В этом вся проблема. И крайне нормально просто, да? ТОС выходит в воздух. Посмотрите. Архоны, Штормы, Грелки, Зилки, да? Все самые имба-юниты протаса, на которых Алекс ноет. И мы сейчас еще немножко его на все посмотрим. Против гидролисков и бейнов. Против легких юнитов. Которые дохнут от сплэша. Их должны убить архоны и Штормы. Давайте посмотрим, да? Вот протас своей невероятной армии, которая не требует никакого контроля, как говорит Алекс, да? Просто, ну, я не знаю, ну, зерк сейчас такой, он что-то думал, а потом, ай, ладно, я побежал просто. Посмотрите на этот микроконтроль. Он расконтролил каждого Бэйна. Да они просто ездят и все убивают. Они взрывают. Все, посмотрите, он просто пришел и взорвал. Все, просто пришел и взорвал. Вот, просто бах и все. Какой, какая эффективность протаса? О чем? О чем Алекс говорит? Ну, давайте посмотрим. Сейчас он будет показывать классную игру, как его этот... Кто-то там из его подписчиков походу играл на ладере вот горелками-темпестами против Зерга. Да, Зерк в один раз просто это, ну, обнаглел, пошел врезаться в эти, в батарейки где-то здесь он пойдет или уже врезался и потеряет, потеряет кучу лимита. Что поделать? Конечно, можно рассказывать про имбатосов с грелками и батонами, что не нужно ему это, контроля, да? Что его армия не требует контроль. Я вам открою секрет. Просто-напросто, вот здесь, где он понимает, что его три грелки не могут пробить. Делается лэйр, делается Нидус, и у протаса дома ничего нету, чтобы защищать. И как только протас реколится на защиту, залазишь в Нидус, убиваешь вот этот аутпост, потому что у протаса самая мобильная армия в игре. Но это алмаз, ему простительно не сделать Нидус. А Алексу, как топовому комментатору, непростительно это не сказать, а просто сидеть и ныть, что протаса МБА. Ну, вот это отвратительно. Да, следующая игра. Вот это, кстати, классная. Касс против Джениаса. Вот. То есть сейчас смотрим конец, да? Смотрим конец. Кстати, вперед полетели. Ну, просто керриеры без ничего, без какой-то поддержки в принципе. ЕМП, а там ГАСТы, туретки, марки стреляют. Так. Биотерн вроде контрит, да? Воздушного протаса. Ну, пока там нет какой-то поддержки, там, дизраптов, колоссов. Вроде контрит, ребят. Вот. Вот как раз отконтрил. Биотерн, контрит скайтоса, да-да-да. ЕМП, марки, тосы ЕМПа. Сколько можно ныть? Почему лучше комментатор? Я, так сказать, реально считаю. Не может взять и проанализировать ситуацию, что... В пятом классе знают, что марпехи со стимпаком просто аннигилируют этот воздух. Матрица прерывания. Что? Если... ...на керриера, марки расщелкали этих интерцепторов налево и вправо. Марки пошли в атаку, потеряли по дороге Рэйвена. Что-то попотерим, пока все плохо, но ничего страшного. Сейчас, сейчас подойдут медиваки, марпехи, стимпак, щиты плюс один. Сейчас все объяснят этому протасу. Чекайте, чекайте. Сейчас объяснят. Сейчас объяснят, смотрите. И решили помеситься. Я объясняю. Здесь сейчас у нас вся армия протаса. Вжух! Объяснили. Которая состоит только из... ...керреров. С плюс два на атаку. Здесь у нас два медивака с пехотой. Вся остальная армия терна дома. Если вы не нахарасили протаса ни капельки и отправляете харас группу меситься в лоб, что с ней должно произойти? Она, естественно, сдохнет. То есть здесь вся армия протаса, которая строилась. И Кас пришел, он думал, что он может победить, да? Но он оказался неправ. Потому что он стоял и убивал интерсепторов. Он не пытался бить батонов, к примеру, да? Может быть, он мог убить батонов, может нет. Но это надо наигрывать. Поэтому на примере этой игры ничего не объяснить, кроме того, что если ты прешь маленькой группой войск на всю армию протаса, ты проиграешь. И это логично, да? То есть если два зелка сейчас побегут в сторону терна, они тоже сдохнут от танка. Они его не выиграют никак. Вот и все, да? То есть и потеряв, если ты теряешь, да? То есть какое было войско у Каса до начала? В пятом классе. Смотрите, 40-6, 50 лимита. 50 лимита. Да? Вот, это такое дело. Чекайте, сейчас объяснят. Вот, 55 армии было. 55 армии. После потери у него 44 армии. То есть он потерял треть. Он потерял треть своего всего войска. Треть, потому что, не забывайте, что армия еще в продакшене накапливается, да? То есть тут еще докопление есть. По факту у него сейчас треть потеряна. Конечно, он в контратаке ничего не может. Так чем любой контратаке ты проиграешь? Если ты пришел к армии соперника, никого не убил и сдох. Естественно. А сдох ты по одной причине. Ты пришел к армии соперника поздно и маленькой группой войск. Приди большой группой войск. Либо используй свою мобильность против батонов. Залети с другой стороны и все. То есть это все убивается. Кобра против Дрима. Такая же история. Кобра защищается. Молодец. Есть волшебные батарейки. Да. Да. Волшебный верчаж на волшебную батарейку. Вот. Здесь на самом деле решил не волшебный верчаж на волшебную батарейку. Решил мув, который сделал Кобра вот этими фениксами. То есть именно то, что он фениксами полетел над армией соперника, помогло минкам френдли файр включить. И посмотрите, мины, мины взорвали армию Терана. Батарейка вообще ни при чем. То есть если бы... Ну, это игралось по-любому на каком-то сервере с пингом. Есть, ну, не точная инфа, конечно, да. Но есть предпосылка, что это могло играться на, возможно, европейском сервере, да. И у Дрима там жесткий дилей, жесткая защита. И он просто физи... Задержка. И он просто физически не мог среагировать никак на эту ерунду. И просто-напросто. Поэтому Кобра его просто жестко законтрил. То есть если бы они играли на... Без пинга, я уверен, что бы Дрим увидел фениксов, успел бы среагировать, расплетел бы армию. И все. И он бы эту штуку пробил. Ему плевать уже было бы на батарейку. Потому что армии Протаса нету. Здесь не повезло. Вот. Эта штука затягивается в лейт. Кобра делает батонов. Добыча 2-200 на... Единственное, что хорошо... И здесь... Прогеймер, ну, на самом деле, очень четкое исполнение. Да, проверяет Терн, чтобы не было соперника четвертой базы. Сам уже в четвертую вышел. Преимущество по лимиту огромное. По грейдам, видите, огромное количество разных апгрейдов у Терна. 2-1 пехота, 1-0 на воздух. Тут всего 2-0 на воздух. Больше никаких апгрейдов у Протаса нет. В первой показанной сегодня игре... Тут, действительно, развод на 2 фронта. Забегание пехоты на натурал. Минки там... Здесь все красиво, на самом деле, круто. Да, Дрим типа старается. Что они уже внесли какой-то импорт в игру, не приходится. Здесь по-прежнему Терн просто контракт нечлеет. Работает тут какие-то турецы... Да, в чем проблема, рассказываю. Сейчас... Алекс рассказывает про то, что... Дрим все делал хорошо и ничего не предвещало беды. На самом деле, да. Ну и нет. Дрим здесь моментами очень неудачно отыгрывал. И он может очень легко законтрить весь этот воздух. Если бы Кобра не играл в него изначально. То есть, Кобра играл в него изначально. У него 3 атаки на воздух, что очень-очень сильно бафает интерсепторов. У Дрима же нету 3 атаки, да. Он играл в био всю игру. У него все грейды в био. У него грейды плюс 2 атаки на воздух и плюс 1 брони на этот, на танки. Да, которая тоже на воздух, по-моему, распространяется. Вот это вот именно, что... Я просто не очень понял, что это за грейд. Короче, у него нету грейдов на воздушные юниты. И поэтому он просто физически не может отбиться. То есть, он не может отбиться своим лимитом по одной простой причине. У него нету лимита, который способен это драться. Потому что он развивался-развивался, но Кобра смог выжить. И все, да. Ну, не повезло, не повезло. В основном из-за той атаки, на которую он должен был стащить, но не получилось. Спойлер, это просто видео, да, такая видеоинструкция, как одержать победу над любым игроком за любую расу за 4 минуты, если вы протас, если вы умеете делать несложные вещи. Спойлер. Как одержать победу над Тераном, который не понимает, как действовать против прокси-грелок? Вот такой вот старгетик вкусный. На вот этой карте, потому что на другой карте такие близкие старгетики не работают. Это неважно. Начинаются всякие приключения. Все, зилотик. Поднимая, что что-то происходит неладное, Теран ставит второй эффект. Вот. Поднимая, что что-то происходит неладное, Теран ставит второй эффект. Я объясняю. Посмотрите, кто знает английский Ютермала. Он чутко объяснил. Ты просто берешь, ставишь инженерку и начинаешь ставить турельки. И Тос просто умирает. Да? У турелек просто дичайший ДПС по вайдреям. Как оказалось, да, если вы знаете механику Старкрафта 2, именно механику игровую, то оказывается, что турельки убивают вайдреев по итогу. И чтобы законтрить пуш с вайдреями, вам нужны турельки и пара рабочих. Да, рабочие работают как батарейки, которые были с вола у Терана. То есть ими только можно двигаться, и они повсюду бегают и делают, что хотят. Вот. У Тоса они только сейчас появились, да, некоторые могут хоть что-то лечить. Вот. Ну, типа, турельки вот убивают, убивают Терана и все. И две факторки против вайдреев. Ну, а на что еще можно рассчитывать? Здесь можно, так будут какие-то дико ущербные билды. Даже если ты разведал, ты все равно не успеешь при опенинге пара газ поставить в факторе раньше, чем это сделал я. И циклон появляется намного позже первого... Вот. Фишка в том, что это контрит не циклон. Это контрит просто банально. Викинг, которого вайдрей нормально не догоняет. И который просто... Ты делаешь турельки, выходишь в викингов там, еще, может, Ревена подстроишь. Циклоны надо. Но есть кое-что жестче циклона. Минки. Минки против воздушного Тоса тоже жестко решают. То есть эта штука контрится. Я не спорю, что играть против этого пуша тяжело. Почему бы Тосы в него играют? Да потому что просто нормально играть уже невозможно. Тосов контрят все на любом этапе. Тосы это просто вообще беда полная. На этот... Бэланс репорт. То есть в ПВТ сейчас чуть-чуть... На соревновательной сцене у нас есть чуть-чуть-чуть протосы, да? На 1% побеждают тернов. Пока что, да? Но это за сентябрь. Будет за октябрь. Будет отвратительно. Посмотрите. Против Зерга отрицательный винрейт. Сейчас МВА Зерги. И все. И, боже, ну сколько можно нести вот эту чушь? Я не знаю. Когда уже Алекс перестанет? Ужас. Против Зерга отрицательный винрейт.